ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, мне так и хотелось, чтобы у меня были разные пятна цветовые. Вот этот зеленый будет просто... Офигеть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в оттенке вот этого. Вот этого, да? Явтого. Ага. Мамочка моя мишка. Все, зашуруешь. Главное, вот сделаем так, как мы... Вчера делали, я поняла. Но потеки не оставляем. И жирненько, и с потеками. Но сами потеки не оставляем. А тоненько. Оставляем вот эту акварельность перехода. Значит, сообразит вас справа. Начни, чтобы у тебя в правом углу появилось что-то подобное левому углу. Как ты ледяешь, господин? Я что-то и вчера покажу. Вот мне вот так удобно. Так не надо? Вот вот так. Нет, вот так. А ты, смотри, так вот так можно держать. Но самой кистью ты удерживаешь ход влаги. А, я поняла. Я поняла. Можно и так держать. Это правда. Ну, в данном случае нам же нужно... Так мы ее просто отпускаем, а так здесь. Да, нам же нужно, чтобы влага текла. Смотри. Мы ее догоняем, эту влагу. А так мы ее преграждаем путь. Слушай, а как классно, когда мало людей, да? Еще не надо бегать во всем. Нижний. Слишком маленький. Получит вверх. Дальше берем пальчик. И... Значит, жидких у нас теперь не нужно. По форме листочков можно сначала просто закрасить в цветовые пятна. Чтобы эти вот расштрихованные цветовые пятна отличались от фактуры фона. Таким образом ты немножко подсушишь себе место. Для дальнейшей работы. И с краской тебе должно быть немного. Вот. Растираешь, втираешь фон. Прям все пятерни. Как-то сушишь. И вкладываешь туда красочку. Как-то сушишь. И вкладываешь туда красочку. По форме листочки. Вот. Теперь у нас перспектива деревьев. Где у нас будет? Чуть правее центра. Вот сюда. Вот сюда. Перспектива у нас куда? Тогда в обратную сторону. Сюда? Да. Мы сделаем перспективу в обратную сторону? Сюда? Да. Сюда перспектива. Отметили перспективу. Так? Да. У нас там деревья. Да. Они мутны. И они держатся все в туче. Во-первых, там на заднем плане у нас. Действительные деревья. Да. У них вертикальный образ жизни. Да. Плоско. Вуаль заднего плана. Просто вуалечка. Листья. Листья. Зеленые. Листья. Да, да. Все пятна. Особо, особо, как бы, отличительно контрастные. Особо, особо, как бы, отличительно контрастные. Постарайся меньше дыли. Прикольно. Так, смотри, задние деревья, они у нас тяготят быть чуть-чуть размытие и не такие толстопары. Ну, ничего пока уже не надо. А может быть светлым уже? Не станет. Не надо. А мы просто эти выделены, они тогда будут такие. Попробуй. Не, я имею ввиду, что смотришь, что они, да, немножко подвидели. Чуть-чуть. А они, смотри, такие же толстые, какие здесь. Передние. Нет, это все, уже один лес пошло. Да. Да. Эти отдельные стоят, а те уже. Я понял. Что сделать? У тебя подвидели? Не надо. Передние подтянуть? Да, подожди, Мишка, мы будем нарисовать. Не надо. А там мов чуть-чуть есть. Или не ты там где-то? Мов? Давай, смотри. Посмотри. Посмотри. Тельная. Значит, в той же мытой технике. Значит, она входит у нас в кадр, да? Да? Значит, вот негласного места. Но сейчас немножко, чтобы эти потеки не убежали сильно вниз, ты их придерживаешь. Как я умею. Да. Давай-ка. История. Быстрее, быстрее, потому что сохнет, сохнет кончик. И кисточки, кисточки. Грязно. А для того, чтобы у тебя цвет ложился чистой, а и палитра должна быть чистая. Здесь свет у нас. Если ты обратишься к оригиналу. Положь свет и по форме вытирая пальчиками. Я после каждого прикосновения вытираю, вытираю. Нормально, только мальчик убитый, а он спит. А почему он убитый? Ну, у него вся голова ничь еще. Положеный. И спит. Рука у него касается колено. Какой-то не колено, это штамин у него. Это колено вот здесь. Ну, не там оно, да? Да. Поисправляю вот это все. Видитых мальчиков? Просто закрасишь их. Белым? Цветом. Нет, нет, нет. Значит, крыши. Крыши тупо в оранжевый цвет. Вот тупей не придумать. Не задумываясь, не мучаясь. Это в оранжевый, это все крыши. Приблизительно в одинаковый. Какой-то оранжевый. А все стены тёпленькие, тёпленькие. Волтенькие. Разбел белого. Хорошо? После того, как покрасишь это все, у тебя появится место под кипарисы. Кипарисы это грязный зеленый. Синий, желтый плюс коричневый. Получится грязно-зеленый. Нас интересуют сейчас вот эти вот цветовые пятна. И там. Растущая ерунбиска. Хорошо? Угу. Только кисточкой вытирать этот цвет не будешь. Так, сначала у нас сейчас все эти домики. Ну да, чтобы ориентироваться. На месте себе какой-то рисунок, чтобы в нем ориентироваться. О às-мое это вот? Более многое. О-бой. Так что, вы везде. Были очень хотели что-то, чтобы у вас было. О-бой. Ну да, конечно, у меня будет. О-бой. И это здесь? У-лай-пы. Да, конечно, у меня нет. У-лай-пы. Что-то в нём? Ну да. �рэнбиска. я вы пятна чтобы понятно что у нас как бы где относительно вот этой руки где у нас нога да и и как бы световая история пусть это будет закорюка какая-то то есть направление прорисовать мы потом прорисуем но вот световые пятна световые теневые пятна обязательно нужно расставить это главный ориентир как утрамарин фцшку использую коричневый он будет вот вот прохладная зеленцы а в корову используем ультрамарин в нем присутствует и так краснота и он даст темные пятна уже старте это так и чем отличается в основе кусочек утрамарина и кусочек пицца они так отличаются а если мы разбили то здесь у нас больше красного здесь у нас больше да набрасываем пушистость зелени потом мы сюда вложим свет плюну нас разверну да А мы не хотим утеплить? Утеплить? Утеплить. Утеплить. Типа телесную. Утеплить. Утеплить. Типа костяной. тепло. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok окончиком значит старайся вот то что мы сделали не сильно то есть не плотно все это отвечать а то оставляем что у нас сильно не растушай чтобы создать вот это на на настроение арочности уходящих выгоду сразу мастер изумрудный небесно голубая плюс белила хорошо перемешать и сразу не вот так а придерживая треножку и вдавливая туда мастеркин должен изгибаться работать под подготовка неба обидим отрасли блин вот град ватвита я прям кира а вот он опять не сгибается еще он сгибается давай чтобы не жирно а еле-еле касается все это будет видно аккуратненько нарисуйте силуэтики фигурочек а 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 сначала Сначала лучше сделать две фигуры, немножко короткие ножки, чуть-чуть длиннее, где-то поповый, поповый, здесь, слишком, слишком короткие ножки. Голова немножко побольше, а потом уже, когда две фигурки будут, потом уже будет понятно, как зонтик положить хорошо. Нож, когда режешь, значит, если взять нож и попытаться развязать хлеб, можно показать, попытаться развязать хлеб вот так, он должен быть очень острый. А если мы режем так, то все режет так. И здесь все то же самое, ты как бы режешь пространство, режешь его, режешь. Можно пробовать без краски сначала. Замечательно, только попробуй теперь, вот, косая линия у тебя получилась. А теперь надо то же самое, но прямое. А теперь надо то же самое, прорезать пространство, но ровно. Попробуй без краски сначала. Что же у тебя за цвет такой? Сиреневый. Это в темноте. Да, как у нас свет. Теперь, не всем мастерином, а тот, который мастерином. Толст небольшой. И работать небольшой, небольшим количеством краски. Теневая. Деревца эта вытерла. И поскольку мы определили, что свет у нас отсюда будет падать, и такими макательными движениями, черпит, выложила свет. Совершенно черпит. Дальше, посмотрела. Рядом какое-то зеленое дерево растет. На нем есть теневая. Темная. И световая. Значит, мы не раскладываем это вот на сразу на кусочек такой, и кусочек такой. Мы дерево видим все темным. Темным. И потом место, освещённое солнцем, видим макательно свет. Даже низ, который у нас вообще обращён к траве, мы даже ещё здесь немножко потемнем. Значит, вот эти движения распробуешь, я тебе снимаю всё это, и потом постепенно будет переходить к тем деревьям, которые уже значимы. Но начинаем с дальнего стопа. А которая имеет некую длину. Ну, то есть, здесь же синий у нас, под вздыбившимся пенкой. А там у нас уже такая вальяжная. Ну, пока... Пока станет, да? Дальше. У нас мебель. Там какие-то аплочки. Причём, в горизонт, сюда, внизу, их как бы всё больше и больше. И они в одно, в одно как бы целое сливаются. Можно даже их даже раскриховать вот таким вот макарикой. Чуть-чуть подбелёсить горизонтик и кое-где увидеть освещенные верхушечки облака. Кое-где. Ну да. И уже ушла. Да? Набрали. Приложили. И впустили вот такие. Причём? Да. Он достаточно быстро засох. Да. Да. И поверх него мы сможем следующий положитель. Как бы это не масло. Да, да. Да. Не так я делал. Вот так? Не так. Ага. Я не сразу выстраивал вот эту силуэтку. Нет, нет, ты делал... А от безопасного расстояния постепенно, постепенно расширял. Постепенно расширял. Причём, на шляпу падает свет. Пальчиком подмогли. Угу. На шляпу падает свет. Но мы знаем, что шляпа у нас вот такого цвета. Угу. И всю шляпу мы, в принципе, такого цвета удобны. Попробуем. Чуть-чуть. Попробуем. Теперь на шляпу падает свет. Свет у нас сильный. Свет. Там сейчас светило. И уложили. Угу. Помогли свет. Уложили. Свет. На полях. Уложили. Свет. На полях. Помогли. Шляпа подвязана баньком. Волосики. Уложили. Волосики. Уложили. Волосики. у нас белобрысни. Под шляпочкой волосики темнее, потому что отбрасывает пень. На плечики чуть-чуть свистеть. шляпка. Шляпка имеет здесь какой-нибудь бантик. Это уже что ты там накрутишь, то оно и будет. Причем в бантике есть светлые места. Вот сначала парк ларка темная. есть светлые места и есть такие темные выключки. О, светлые выключки. Честные, да, понятно. У тебя есть ориентир. Теперь от этого ориентира ты точно так же начинаешь выстраивать девочки. Она в фиолетовом платье. Да. Есть. В фиолетовом платье. И оно имеет свои светлые места, темные места, но мы знаем, что это фиолетовая платья. И вот мы все это фиолетовое платье сюда и выстраиваем. Помогаем сюда. Давай что-нибудь сама сделаю. А я сейчас все это сотру. Понятно. Как? Тем сразу так 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 хватило. Так не Ладно. Давай, сейчас давайте. Начнем. И いい. Я с вот 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 и вот 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 Я не знаю, что это. Я не знаю. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Что? Не пытайся, чтобы тебя... Юй-чан, это? А, это очень весело. Они у тебя мелкие, мелкие, мелкие. Все далеко, подбилось, все непонятно, мелкие. А чем ближе к нам, тем у нас мазок будет увеличиваться по шире. А там оно все мелкое. Походи. Читаем. Коганки. Да, сутки шлипки. Понятно, да? Вот я сейчас снимаю крупным планом работы, которые написала девушка, которая с нами уже второй раз в Греции, зовут ее Надежда. Привет, Надежда. Привет. Откуда ты приехала к нам? Я приехала из Вирослава. Да. Хорошо. Как тебе здесь в Греции? Очень хорошо. Очень красиво. Чуть-чуть погромче. Очень вкусный виноград растет у нас на веранде. Да. Вот я снимаю крупным планом виноград. То есть ты по фруктам? Нет, я по рисованию. Я по ем. Я по компании. Я как смотрю по хорошему настроению тоже. Ну скажи мне, что ты вот... Может быть, знания, навыки? Знания просто. Вот, если честно, опять как в первый раз. Вот такие навыки. Все очень трудно. Я все запоминала. Буду постоять дома. Да, хорошо. А есть картины, которые тебе больше всего нравятся из того, что ты сделала? Больше? Вот, наверное, маки. А чем они тебе нравятся больше? Ну, по внешнему или по какой-то технике? Потому что это было неожиданное решение сделать маки. И почему-то я их сейчас больше всех люблю. Наверное, с тем я уже слышала смысленно, когда я хотела их сделать. Ну да. То есть ты приехала уже с задачами. Вот эти вот двое цветков и рис, и горящий вот этот цветок. Роза, это тоже была эта задача. Роза, если значит, что бывают другие задачи, но потом они поменялись. Хорошо. Ну скажи общее настроение. То есть ты довольна поездкой, результатами? Да, очень довольна. В следующем году приведу еще. Провернусь с мужем. Ну да. Мы тоже за Ставросом скучали. Нам его не хватало. Привет ему передашь. Если бы возможно, я, конечно, буду ездить везде, в Афранции, в Тайве, везде, везде. А сам формат вот проведения, вот то, что на выезде и так далее, насколько это удобно и для тебя? Это очень удобно. И чем? Ну как? Потому что, ну, просто приехать и тут полечать на море, мне интересно это. Ну, мне, например. Ну, у них не просто занятия, но это очень интересно. Хорошо. Нам тоже с тобой очень комфортно, хорошо. Спасибо тебе за то, что ты с нами. Да, спасибо большое. Хорошо. Привет, Эля. Привет. Привет. Расскажи мне, как ты попала в арт-тур? Совершенно случайно. Ну, я взяла два мастер-класса у вас, а потом узнала, что вы едете и будете там рисовать, рисовать, рисовать. Да. У тебя была задача, чем побольше, тем... Да. Чтобы более эффективно... Мне нравится, мне нравится вот так вот садиться, что-нибудь делать и не думать о времени. Я поняла, что это как раз такая возможность, сесть и рисовать и на что-нибудь отвлекаться. Как ты выбирала вот задачи для своих картин? Потому что они у тебя, смотри, все такие разнообразные, красивые, разноплановые. Ну, девочек мы выбрали здесь с Максом, причем он их, знаешь, он делал? Он их специально перемешал в большую кучу и говорит, ну, ты поищи там что-нибудь в себе. Я уже знала, что там что-то лежит такое специальное особенное. Вот первую девочку. А вот эта, которая... вот эта первая, да? Первую девочку Макс делал. Вторую девочку мы делали напополам. А третью девочку уже больше делала я, вот там где. А третья красненькая, да? Третья красненькая, да? И там, где Саня, где желтый Коззю. Коззю. Коззю, да. Вот. А вот эти две работы, они с фотографией сделаны, которые я им дам. Ну, что ты можешь сказать? Ты довольна временем и результатом? Я просто счастлива, я просто счастлива. Это лучше, чем все, что может придумать человек, когда у тебя есть желание что-то делать и есть возможность и помощь со стороны все это сделать. Ты знаешь, как это делать, но это круто вообще. Ну, мне тоже очень нравятся твои работы. Мне тоже нравятся. Скажи, относительно вообще места, где мы отдыхали, то есть насколько тебе комфортно там по месту расположения, по погоде, по природе? Маленькие места, такие, чтобы не было большого стечения людей, шума, машин. И это как раз такое место. И так красиво ты выходишь, и тут сразу море. Спасибо. В общем, ты отдохнула, насколько я поняла. В общем, ты получила то, что хотела или еще чего-нибудь? Я получила гораздо больше. Гораздо больше, правда. Потому что у меня никогда нет ожиданий по поводу чего-либо. И когда это происходит, но для меня, честно, это время, это просто волшебство. Нам тоже очень понравилось с тобой быть в одной компании. Это очень комфортабельный и общительный человек. На самом деле это очень зависит от того, кто попадает в компанию. Да, мне кажется, ты знаешь, когда все увлечены одной идеей, то тут не может быть этой правой. Ну, ты права, ты права. Спасибо, Ильичка.